Степень готовности и обеспечения безопасности строящейся школы на улице авиаторов сегодня оценили сенатор от Ненецкого округа Римма Галушина и прокурор Ненецкого округа Николай Егоров. В состав представительной делегации также вошли заместитель губернатора Наталья Сидорова, уполномоченный по правам ребенка Галина Гуляева и представители строительного блока. Отвечает ли строящаяся школа требованиям федерального законодательства в части обеспечения безопасности, расскажет Мария Владимирова. Городская школа в микрорайоне улица авиаторов должна быть сдана в эксплуатацию летом текущего года. На объекте выполнены все строительно-монтажные работы. В настоящий момент идет укладка плит, покраски на второй слой ожидают стены, необходим монтаж потолочных плит. Потолки закрыты частично, но не открыты там, где будут проходить коммуникации, видеоконтроль доступа, пожарная сигнализация в связи с изменениями. То есть, чтобы лишний раз их не демонтировать, монтировать, потому что эта плита более-менее такая нежная, белого цвета, как вы обратили внимание, значит, чтобы этого не было, мы решили покамест не ложить до монтажа кабельной продукции. Ну, это в связи с терактами, значит, увеличился контроль доступа, увеличился видеонаблюдение, вот, количество камер и, соответственно, охранная система и все. Да, оборудование заказано уже, просто это затянуло время, в связи с этим стоят потолки раскрытые. Также в целях обеспечения безопасности в школе предусмотрены два поста наблюдения и серверная, куда будет стекаться вся информация. Здание строящейся школы составляет 29 тысяч квадратных метров. Для обеспечения безопасности здесь будет установлено 96 видеокамер, это на 30 больше, чем планировалось изначально. Также будет установлена система охранной пожарной сигнализации, а на дверях так называемая спутсистема, это кнопка с монитором. В целом, говорят специалисты, данной начинки будет достаточно для того, чтобы обеспечить в школе стопроцентную безопасность. Изменение норм законодательства в части обеспечения безопасности – одна из причин задержки сроков сдачи объекта. В целом, отметил прокурор Нейнского округа Николай Егоров, в связи с нарушением сроков контракта, ведомством организована проверка по действиям заказчикам. Видим, что в ходе строительства этой школы потребовались, с учетом изменения законодательства, дополнительные меры, связанные они с антитеррористической защищенностью объекта. Это очень важно с видеонаблюдением. Внесены соответствующие коррективы в проект, это требует дополнительных затрат. В настоящее время в округе выделены деньги для закупки оборудования для этой школы, поэтому будем мерами прокурорского реагирования подрядчиков и заказчиков подталкивать, чтобы 1 сентября дети пошли в новую школу. Безопасность нахождения детей в образовательном учреждении – это не только наличие видеокамер и других систем. Член Совета Федерации от Нейнского округа Рима-Галушина обращает внимание, например, на узкую лестницу, ведущую в актовый зал, а также на другие моменты. Конечно, вопросы безопасности, в первую очередь, нахождение здесь детей, поэтому объектам и оборудованию, касающимся безопасности, конечно, мы особое внимание уделяем. Поэтому мы вот здесь проверяем, в том числе, например, окна в рекреации, они свободно открываются, поэтому сейчас нужно тоже решать этот вопрос, чтобы обеспечить безопасность. Ну и вот другие моменты. По итогам рейда все возникшие проблемные вопросы, отметила Рима-Галушина, в дальнейшем будут обсуждены с вице-губернатором, курирующим вопросы образования для принятия оперативных решений.